Микс Ньюс У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 Сразу хочу показать, вот да, вот это билет, национальный наш читательский билет, да И меня поразило, насколько легко и просто было его сделать, практически там самообслуживание Подходишь у компьютера, сам фотографируешь себя, выбираешь удачный снимок, все вводишь и получаешь через, не знаю, 5-6 минут уже такую корочку И все делается очень быстро, просто, ничего не требуется Ну и наша Латвийская национальная библиотека в этом году отмечает столетие Давайте начнем с того, что поздравим, поздравим с юбилеем Доброе утро, спасибо большое Я знаю, что большое количество всевозможных мероприятий проходило, но я хотел начать с того, что ведь у вас в этом году тоже юбилей, вы 30 лет как возглавляете библиотеку То есть это тоже... Не праздновал абсолютно никак, но это отметка 30 лет, да Из 100 лет существования библиотеки, 30 вы ее директор, то есть получается почти треть возраста библиотеки Да, я никогда об этом не думал, что это так случится, но тем не менее, библиотеке вообще 41 год Это единственное мое место работы в моей жизни, так что ну как-то так все получилось А вы помните, как вы вот пришли в библиотеку, какой она была, да, и вот эти изменения, которые за 30 лет прошли, они конечно колоссальны Да за 41 год даже, да Конечно, конечно, разница огромная и, ну, так как развивались не только наши библиотеки, но вообще библиотеки за эти несколько десяток лет Это огромный рывок, который в основном, конечно, связан с информационными технологиями И также в нашем случае тоже увеличение доступа к информации вообще, как идея, собственно, такой Что вся информация должна быть доступна и свободно доступна и так далее Так что, ну, это все целиком образовало ту ситуацию, что мы действительно бурно-бурно развивались за эти годы А не жалко то, что информационные технологии, по сути, вот убили вот эту такую особенность библиотеки, вот эти вот карточки, картоны У меня такая ностальгия Я сам помню, когда ходил, искал, да, перебирал каталоги Бумагу Бумагу, да, вот эти каталоги, когда ты перебираешь Да, я понимаю Мы там в студенчестве столько времени провели Нет ли такой ностальгии по этому? С одной стороны, хорошо, что шагнули вперед, а с другой стороны, немножко жалко Ну, в каком-то смысле, у тех, кто мы, работали с того времени, конечно, есть какая-то ностальгия И там мы поэтому выставляемся, делаем такие выставки, где мы все-таки в основном сейчас полагаемся только на оригиналы На настоящие материалы, потому что мы никакие роллапы не делаем, никакие там копии Это абсолютно, если мы выставляем, то выставляем абсолютно оригиналы И, кстати, как раз вот в связи с нашим юбилеем столетним Мы сделали выставку из разных предметов, которые были перевезаны из старых зданий И что было совсем курьезно, что наши организаторы перевоза, архитект нашей библиотеки Сказали, что ничего не надо брать с собой, потому что там все будет у вас, все, что вы пожелаете Оказалось, что каждый что-то все-таки взял с собой, там, вазочку какую-то или там какой-то штампик или еще какие-то предметы И мы сейчас вот, была очень интересная выставка, там, начиная с старыми лестницами, креслами старыми, стульями, столами и так далее, ключами И получилась замечательная выставка, так что, в смысле, ностальгия есть Но проблема в том, что молодое поколение уже, ну, то, что мы называем этот Google Age Дети, которые уже родились в этом веке, у них такой ностальгии нет, конечно, да И они не очень, не очень понимают, не очень хотят, так сказать, это ощущение понять, ну, что значит бумага, там, пыль от бумаги и так далее Когда становился вопрос о том, чтобы строить замок света, то один из аргументов было, что здание, которое находится на Кришна-Барона, да, главное здание Латвейской национальной библиотеки Оно в ужасном состоянии, и архивы, которые находятся в подвальном помещении, они там чуть ли не по поясу в воде условно Ну, урухнул, урухнул один раз, подвал урухнул, да То есть так ли, насколько там вообще ужасные были условия для того, чтобы хранить те же самые архивы? Ну, конечно, ситуация была страшная, потому что, во-первых, уже самые помещения или здания не были предусмотрены книжному хранению Там книги очень тяжелые, кроме прочего всего И планировано было для каких-то других нужд эти помещения, во-первых, во-вторых, не было никаких технических средств для хорошего хранения То есть у нас очень строго, в принципе, по температуре, по влажности, которые должны соблюдаться, чтобы эти материалы сохранились хорошо Но там не было никаких, никакие стандарты абсолютно не были И возможны, и также и полки неправильные, ну, там все, там ничего не было правильно Ну, и поэтому и была такая ситуация, что дожили до аварии Но в 68-м году еще шли разговоры о том, чтобы построить новое здание национальной библиотеки И, в принципе, это вот с тех времен очень долго тянулось Уже с 28-го года Но в 68-й год был действительно тоже очень важный момент Потому что тогда было решено, что библиотека должна строиться в том месте, где она сейчас и находится И это значит, что это был такой какой-то второй этап продвижения к новому зданию Но, к сожалению, тогда этот проект все-таки остановился на такой предчертежной стадии, так скажем А ведь он был, по-моему, даже чуть ли не еще большим в проекте здания Да, был больше, да, был больше Потому что программа тогда предусматривала, что будет в два раза больше сотрудников То, что мы понимаем, что в нынешние времена такого не происходит Что можно было увеличить там сотрудников и так далее У нас это было тогда вплоть до 800, да Это такая абсолютно фантастическая цифра Которая была как раз предусмотрена для сотрудников библиотеки И также хранение были стандартные полки Там и 5 миллионов и так далее И все за это время как-то по-другому немножко тряслось У нас есть депозитары из Рига, где некоторая часть из материалов, которые часто не пользуются Мы вывезли из черты Риги Там все-таки все дешевле и попроще Но их можно получить, то есть если заказать... Два раза в неделю у нас идет транспорт И можно заказать и получить А скажите, вот у меня сразу такой вот исторический вопрос все-таки Когда вы пришли работать в библиотеку, ведь датой, наверное, основания библиотеки считалось не 29 августа Это 3 апреля 2019 года, потому что тогда как бы советская власть основала латвийскую центральную библиотеку А затем был принят... Ну, затем в мае Ригу отбили от большевиков И затем уже правительство Ульманиса приняло декрет о национальной библиотеке Да, но эта центральная библиотека была провозглашена действительно правительством Петра Сточки 3 апреля, ну и 15 мая уже это правительство уже в Риге не было, то есть 6 недель За 6 недель была начата только национализация книжных магазинов Частной коллекции и библиотеки, они были собраны в некоторых зданиях центра города Не было ни коллекции, как библиотечной коллекции, ни каталога, ни читального зала, ни читателя, ничего не было Так что библиотека, в принципе, не было еще, она просто была провозглашена Естественно, если бы советская власть Петра Сточки продержалась дольше, то, может быть, были начаты какие-то мероприятия, связанные как раз с организацией библиотеки Но библиотека не была начата организоваться И после уже когда, после 29 августа в основном все помещения уже были другие адреса таким же образом Единственное, что было обязано новой библиотеке уже, так сказать, 29 августа Эта библиотека также была ответственна за то, чтобы вернуть обратно те национализированные коллекции библиотеки и книжные магазины, которые были национализированы Они были обязаны, как раз с этим тоже занималась новая государственная библиотека То есть они даже возвращали обратно Возвращали обратно, да Это был целый большой процесс там, нам интересно Только эта история, кстати, достаточно интересна Еще 15 лет назад Латвийская национальная библиотека, она была раскидана по всему городу, да Это были филиалы, куда ходили студенты разных факультетов Сейчас какие-то филиалы остались, просто потому что они являются историческим каким-то достоянием Или они все объединены в пардалгах? Нет, мы немножко думали, у нас такая идея была, что вот эту постоянную выставку музейного типа, которую мы имеем сейчас грамот в Латвии, книга в Латвии Была такая мысль, что может быть оставить в одном из старых зданий в старом городе Или в первом здании на Пелславкумс-2 или где-то в другом месте Но в конце концов мы все-таки от этого отказались Единственное то, что у нас имеется, вот это загородные депозитары села Крокс, где 25 километров от Риги Там мы не обслуживаем читатели То есть все обслуживание у нас полностью только в одном здании под одной крышей Вам нравится Замок Света? Ну как вы, вы меня задаете такой достаточно вопрос на засыпку Потому что я же жил с этим проектом все эти годы И когда мне этот вопрос задают, я в принципе всегда говорю, что мне всегда на первом месте была функциональность библиотеки Чтобы все вот работало, были все возможные там функции То, что относится к архитектуре То это, конечно, вопрос такой, который каждый имеет свое право на то, как относиться к этому зданию Но я, наверное, слишком привык уже к этому, что я не могу эту архитектуру отделить от моей жизни То есть архитектура вам не очень нравится, а функциональность очень нравится? Нет, я бы не сказал, мне нравится, но дело в том, что я действительно слишком с ней, ну так сказать, тесно и близко жил все эти годы И что мне очень трудно так как бы со стороны сказать, вот нравится, не нравится Это не такой простой вопрос Но в принципе, да, я всегда считал, что это удачная идея И мы видим, что она действительно и сработала А вас не смущало, что вокруг этого проекта было столько скандалов, огромное количество негатива, начиная со стоимости? Ну как смущало? Конечно, смущало, но все-таки я понимал, что... Я видел, какая эта библиотека будет и как она должна выглядеть и работать И, по-моему, сейчас мы уже почти уже не слышим никакие негативные отзывы Ну а сейчас вот перестали мыть окна и по новой люди возмутились Нет, окна мы не перестали мыть, это абсолютно опять утка медиев Потому что я отчетливо сказал в радио, что мы не будем мыть больше металлическую поверхность Это будет дешевле теперь? Нет, это не будет дешевле, просто мы не будем... Просто будет меньше работы, да? Нет, нет, абсолютно не так Вы видели, что где-нибудь в церкви мыли металлические поверхности или других зданий? Ну я, честно говоря, не очень вглядываюсь на мой пункт Их не моют Нет, они, естественная патина должна просто постепенно уложиться на этой металлической поверхности И это архитекты... Сразу знаете, кто среагировал на эту мою реплику? Архитекты моментально мне писали, что спасибо, что вы вот это сказали Потому что с этой металлической поверхностью никто не занимается не чистить моё То есть у нас будут чистые окна и, естественно, пыльные рамы? Да, конечно, стёкла нужно мыть, это ясно А рамы просто пылятся, как бы, и это считается исторической ценностью потом Ещё тот вопрос, кстати, про деньги Пока вот мы... Насколько денег требуется на отопление библиотеки, уборки помещений? Но я понимаю, что речь скорее идёт о поддержании её в рабочем состоянии Насколько вот, ну, интересуется... Я только немножко, потому что вопрос был очень важный насчёт дороговизны Но мы сейчас видим, что когда уже мы последние, там, скажем, 5 лет, 10 лет Вошли уже в такое состояние, когда уже у нас строятся там и там и там разные знания Мы видим, сколько они стоят, и тогда, если мы посмотрим, сколько библиотекам стоило, в конце концов И если мы объём будем сравнивать, то сейчас уже мы совсем не самое дорогое здание У нас разве была цель быть самой дорогой? У нас и не было такой цели? Нет, нет, не было, конечно, не было Просто это качество материалов такая... И вот как раз вот данный момент Я уже оцениваю, что вот после 5 лет, когда я встречаюсь с людьми, которые были тоже при открытии библиотеки Почти все говорят, всё, абсолютно всё сохранилось в таком же состоянии, как в день открытия Да, все материалы металлические, деревянные, каменные, всё находится, в принципе, в таком же состоянии Но 5 лет, это очень небольшое... было бы странно, если бы за первые 5 лет что-то начиная цепляться Я встречался с ситуацией, когда говорили, покупайте кресла за 5 евро и живите, да? А эти кресла за 5 евро, они ломаются уже в том же году, да? Так что, ну... Бывает, и за стопку пиша, оно ломается, ничего только в жизни не случается Ну, мы... и я думаю, что у нас удалось всё-таки получить качественный результат, поэтому... Но ваш вопрос был насчёт поддерживания Да, поддерживания, да Сколько денег уходит, ну, то есть не очень ли... ну, во сколько обходится функционирование библиотеки в рабочем состоянии? То есть вот отопление, уборка помещений, ну, всё Да, я не взял с собой бумаги, я очень боюсь сейчас какие-то цифры называть, но то, что я хочу сказать, какие тенденции, я могу, например, насчёт электричества и отопления, то, что самое дорогое, да? Это было, ну, порядка, там, 900 тысяч примерно где-то было Но я сейчас, извините, и зрители, и слушатели пусть извинят меня, потому что мне... я не взял с собой чёткие цифры Но то, что я хочу сказать, тенденция, у нас очень хорошие инженеры библиотеки, которые за эти годы, они умудрились снизить расходы примерно на 30% Потому что это здание, это как машина надо, примерно надо, когда на ней ездишь, ты получаешь какие-то понятия, как можно сэкономить что-то, да? То здесь по целому всему этому зданию, там было много возможностей сэкономить, и инженеры очень просто, отлично работали, ребята, потому что там некоторые из процесса строительства остались в библиотеке работать Они сами вот эти оборудования устанавливали, и у них есть идея, каким образом снизить расходы Я очень доволен действительно этим процессом, что они ищут, находят разные возможности снизить вот эти, ну, самые дорогие позиции Обычно люди, которые погружены в свою профессию, они уже все-таки смотрят, что находится и у соседей Были ли вы в других национальных библиотеках, оценивали ли, как они выглядят, насколько мы лучше, насколько мы хуже, где можно было оптимизировать, а где мы вот прям молодцы и лучше всех? Ну, естественно, я был очень многих в национальных библиотеках Как тебе понравилось больше всего? Опять-таки, да, в свое время самый знаменитый, самый известный директор национальной библиотеки, директор библиотеки Британии Морис Лайн сравнивал национальные библиотеки с собаками Он сказал, все они собаки, но каждый имеет свой сорт и породы, и характер разные Есть старые, есть молодые, есть наглые, есть... так что библиотеки очень разные национальные Ну, есть же, например, одна-две, которые действительно впечатлили, вы посчитали, что это... Я бы скорее сказал, те, с которыми мы сотрудничали в процессе проектирования, потому что у нас были много коллег, которые с нами сотрудничали и показывали, рассказывали Например, это была германская национальная библиотека, да, национальная библиотека Дании Очень хорошо с нашими, с разными идеями делились эстонцы, национальная библиотека Эстонии Они просто очень похожи все эти процессы, которые проходили у них и у нас И они... то, что самое главное было, что они никогда не скрывали никакие там трудности, проблемы, которые они имели, и они всегда открыто говорили Шведская библиотека, так что, таким образом, я бы хотел сказать, что, ну, если можно рекламную паузу, то в 2018 году Латвийская национальная библиотека в лондонской книжной ярмарке была признана лучшей библиотекой мира, так что, ну... Мира? Мира? Да Какая самая далекая библиотека где? Может быть, в Австралию летали или не знаю... Нет, в Австралии, да, я бывал, я был совсем по другому... по другой причине Ну вот, взяли и просто похвастались, нам теперь с этим жить Австралия очень хорошая национальная библиотека, кстати, в Канбере Самая далекая тогда в Австралии была? Да, в Канбере, да, но я был по поводу съезда ЮНЕСКО, я был... А вы как турист, когда приезжаете, сразу все в музей, в библиотеку посмотреть, как оно там у них? Ну, конечно... Да, есть такая про деформацию? Конечно, конечно, так что... Но в Европе более-менее, ну, так, я бывал... Во всех, да? Во всех, в основном Ну, если так... Действительно, такой серьезный ответ на вопрос по сравнительности со стороны нашей работы Мы можем только сравнивать себя с другими национальными библиотеками, потому что там очень много других функций Мы не можем сравнивать себя с городской библиотекой или университетской библиотекой И вот то, что касается уже такой профессиональной стороны, то у нас с эстонской и литовской национальной библиотеки есть проект, где мы действительно занимаемся этим бенчмаркингом, да? Вот этим сравниванием разных позиций, разных функций, там, качеств и так далее, чтобы друг другу показать какие-то лучшие стороны Или как-то помогать решать проблемы, если такие есть Ну, вот как раз мы подошли к тому, что библиотека, ведь за 30 лет, пока вы ее возглавляете, наверняка изменились ее задачи, функции Вот, если в 89-м году главное было, ну, собрать печатные издания, книжные издания, сохранить их Сейчас библиотека уже больше, чем библиотека, просто как хранение книг Да, да Вот, может быть, вот об этом, вот, что из себя сейчас представляет национальная библиотека? Во-первых, основные функции, они остались такие же, как они были, кстати, и в 2022 году, когда был первый раз принят закон о государственной библиотеке Латвии Это собирание обязательного экземпляра, это создание данных или каталога, данные о этих национальных изданиях и сводный каталог и так далее Эти основные функции, они сохранились, дело в том, что много новых появилось функций, как за это время И, конечно, вот это, в первую очередь, это создание национальной дигитальной библиотеки или оцифровка Основное, мы сейчас очень много занимаемся как раз оцифровкой национальных материалов В периоде КЛВ можно назвать? Да, вот эти все материалы у нас, я думаю, очень популярны в периоде КЛВ, очень многие пользуются уже, потому что это очень важно для сохранения оригиналов, потому что газеты на очень плохой бумаге В принципе, они не предусмотрены, даже хранение бумаги больше, чем 25-30 лет, поэтому очень важно, что эту информацию мы переводим в цифровые технологии Но мы, конечно, очень сильно развивались в направлении процессов, которые связаны с образованием У нас центр обучения, мы обучаем очень многих, и это действительно официально уже по министерству образования Мы также являемся участником образования разных уровней Это наука, потому что мы также занимаемся исследованиями наших коллекций данных и так далее, и так далее И такое направление, которое в принципе не очень свойственно национальным библиотекам, но в Латвии она у нас как-то удалась достаточно удачно Это работа с детьми Да, я видел, как сидят детки там Да, 10% у нас читателей возраста от 5 до 17 лет Это достаточно уникально, такого нету в других национальных библиотеках Зал, заеду, если там живут на первом этаже Да, и возможности как раз, кстати, относятся к функциям национальной библиотеки заниматься культурными мероприятиями, которые связаны с содержанием библиотеки, которые связаны с литературой, искусством, музыкой и так далее Это естественно, что мы пользуемся той ситуацией сейчас, что мы можем не только просто хранить такую информацию, литературу, но мы можем ее представить совместно с нашими партнерами и публике в других разных формах Простите, а вот у меня просто на четвертом этаже, я знаю, что у вас есть к Лусамо Медитация с Истово, 18 сентября там как раз будет происходить Медитация и тишина? Да, там, да, вот как раз таки будет происходить мероприятие Вы туда заходите сами? Ну В серии «Я в комнату тишины, 10 минут меня не трогать» Вы там бываете сами? Ну, я был пару раз, да, кстати И как там? Ну, это место контакта Да, но там серьезные люди занимаются этим Это человек со стороны медиа, Илмар Сладковский, там бывший ректор Латвийского университета, Марти Саузенч и так далее Ну, это последние годы одно из, когда идут дискуссии о направлениях разных национальных библиотеках То появилось такое, вот это направление, которое называется контемплативной библиотекой То есть это направление, которое старается уйти людей от поверхности, да, поверхностности От того, что мы действительно очень много получаем информации, но достаточно неглубоко мы вникаем Мы мало времени проводим в одном сайте или в одном информационном объекте, который мы нашли А в принципе этот подход призывает идти в глубину, идти в информационное пространство глубже И это контемплативный метод, один из таких, который помогает нам говорить не только о том, что мы покрываем всю информационную площадь, стараемся покрыть Но мы идем в каких-то направлениях, призываем наших посетителей думать тоже о глубинах Был проект национальной энциклопедии Что это за проект, как долго он вообще реализовывался и что сейчас? Да, в Латвии как-то неудачно в 90-х годах была утрачена работа на энциклопедии Потому что там была приватизация, никто эту энциклопедию не мог серьезно приватизировать Там Министерство образования не смогло тоже поддержать это И этот корпус развалился и в принципе в основном те материалы, которые были энциклопедические материалы Они практически исчезли И у нас не было национальной энциклопедии И пять лет назад Министерство культуры одобрило наш проект, нашу идею Что мы возобновляем абсолютно с нуля, начинаем работу над национальной энциклопедией Вот и создали редакцию и за пять лет был создан новый корпус в двух направлениях Первый это был, который завершился фактически в прошлом году, печатная версия, которая была по всей Латвии Ну это был такой, ну реально это был бум, это был за несколько дней мы продали тысячи А как она выглядит, это там 20 тонов, как большая советская энциклопедия Или один большой том, как вся советская энциклопедия в одном? Нет, это был один кумулятивный том Но в основном мы работаем и сейчас исключительно работаем над электронной версией Потому что этот один том был такой, в каком-то смысле тоже связан с столетием государства И посвященный столетию Латвии Но сейчас то, что мы серьезно работаем У нас над этой электронной версией У нас больше чем 50 отраслевых таких направлений, группы, которые руководят ученые И то, что я очень доволен, даже счастлив тем, что нам удалось в автор и собрать все основные ученые Которые Латвии занимаются разными направлениями, разными универсальными вопросами Они способны их писать и пишут И поэтому... Извините, но не пересекается ли это с латвийской википедией? То есть нету какого-то пересечения? Никакого пересечения там не получается Знаете, дело в том, что википедия, латвийская википедия, очень слабая со многих сторон Если на английском языке действительно пишут и во всем мире пишут, и добавляют, и исправляют И как-то совершенствуется, сама по себе совершенствуется эта информация энциклопедическая То в нашем обществе, где у нас очень маленький ресурс, если вы посмотрите поглубже То очень некачественная информация, очень мало бывает даже неподобной информации Там есть такие пласты, которых вообще нету, они отсутствуют в других направлениях Например, один парень, который любит очень хоккей, там все хоккеисты, которые взяли руку-клюшку Они все уже туда попали, в эту википедию, да, хоть один раз Там ударили по шайбе, они уже в этой самой википедии Это не энциклопедия в таком смысле, да Мы должны все-таки подходить очень равномерно И подходить к единым принципам, как мы отбираем там личности Какие мы выделяем, какие исторические ситуации мы отбираем Чтобы не было там случайной информации Пусть википедия существует, потому что там есть, конечно, много хорошей информации тоже Я сам каждый день хожу в википедию, кстати Я действительно хорошо знаю И поэтому мы стараемся, чтобы это в основном была самая, ну так сказать, авторитетная информация Которая мы представляем, на которую можно положиться, положиться студенты, ученики И сейчас мы видим, что самые главные пользователи этой энциклопедии Как раз это школьники и студенты И мы это все продолжаем Мне почему-то кажется, что когда я читала книгу господина Затлерсова Вот он я, какой я Там была информация о том, что национальная энциклопедия состоит из 12 томов Это была еще энциклопедия, последняя советская энциклопедия Он говорил о том, что это наши историки уже сделали, вот уже новая Это какая-то другая? Ну там был господин Белаконий сдал энциклопедию Кстати, тоже неплохую, по-моему, в 5 томах их было Это то, что было замечательно, что это было не государство Это была частная инициатива Очень похвальная инициатива Но этот план Там был какой-то план Там был Петер и Саппин Медик тоже Они начали что-то там издавать Но, по-моему, там все это становилось тоже ничем То есть они 12 томов набросали и оставили Мы ее не увидели Ну, в том-то дело, несколько раз такого уже было за эти лет За 90-е годы и начало 2000-х годов это происходило И поэтому мы как-то собрались Уже с нуля Министром культуры, президентом Академии наук и так далее Мы собрались и, по-моему, сейчас упустили, так сказать, нормально эту энциклопедию За годы работы, Олег, прости Да, прошу вам За годы работы, за 41 год работы в библиотеке Были ли действительно такие драматичные какие-то случаи, когда терялся архив И пропадали книги, воровали, просто они, не знаю, рассыпались, уничтожены Но это были именно экземпляры, которые вот вам лично, они прям более отзываются до сих пор Единственные экземпляры какие-то Вот сейчас, думаете, вот была фигня Если говорить о больших потерях, это относится к тому времени, когда я не был директором Там в начале 80-х годов была крупная кража с одного из хранилищ в старом городе, которого уже давно нет Там было серьезно, там был и судебный процесс, там все такое Нашли? Нашли, да Но до сих пор, до сих пор я, кто такой, какие-то там люди, которые даже привозили меня из Берлина, из других мест, привозили книги из нашей библиотеки, которые в начале 80-х годов пропадали Мы там весь этот ресурс тогда перемололи, там то, что сохранилось, там был плохой учет, мы там все взяли на учет и так далее Но это был самый такой крупный А так, такие Так а сейчас воруют? Можно вынести книгу из нашей библиотеки? Ну, теоретически, да, но практически у нас система Система, все книги оборудованы системой защиты То есть там чип Ну да, чип На каждой книге чип есть Да, и должен сработать, и там, ну, не знаю Уже круто Ну да, да А у меня вопрос сразу, в советское время был спецхран Существует ли какое-то вот, типа, вот хранилище, из которого, ну, какие-то книги, которые, ну, не выдают? Нет, это мой принцип был, я когда начал работать, это был, у меня до того, как ликвидировали главлит, я уже добился того, что Раймонд Паулс разрешил у нас все, все открыть, абсолютно все Даже когда еще был в других библиотеках спецхран, еще какие-то списки там приходили, что должно еще остаться в спецхране и так далее Но мы этого самого момента никогда не допустили, мы все открыли Более того, когда мы корректировали наш закон, мы даже написали параграф, который разрешает национальные библиотеки хранить книги, даже если они запрещаются каким-то образом Но единственный случай, который в Латвии был, это был Майнхамф Вот, и этот Майнхамф стоял тоже у нас на полке А сейчас стоит? Да, ничего такого В принципе, в Латвии, я считаю, что это никого не интересует Мы убедились, потому что его практически никто не берет Война войной, а литература, это литература Наверняка, вопрос, который часто задают русские книги, на русском языке они продолжают поступать в библиотеку? Да, мы покупаем и все время следим, стараемся получить У нас есть и партнеры, у нас есть некоторые библиотеки, как библиотеки иностранной литературы И мы, ну, примерно на 20 тысяч, 25 тысяч закупаем евро, закупаем книги ежегодно Я хочу сказать нашим слушателям, что несмотря на то, что нет, скажем, русского интерфейса на сайте Латвийской национальной библиотеки Но вы можете вбивать название на русском и поиск идет То есть вы можете заказать, ну, заказать можно уже в самой библиотеке только Но вы можете искать книги, которые находятся по каталогу Ну и основные все базы данных, которые российские большие порталы баз данных Где публикации, там, периодики или других полнотекстовых баз данных Они у нас хорошая коллекция, надо смотреть, там все можно найти практически Ну что, друзья, приходите, приходите в национальную библиотеку бесплатно Вот вы можете записаться, есть бесплатные экскурсии Даже можно, чтобы увидеть все красоты Огромное количество книг, огромное количество этажей Даже есть комнаты для медитации, есть комнаты для детей То есть все для вас У нас был в студии Андрес Виллс, директор Латвийской национальной библиотеки Мы прощаемся с нашим гостем, а наш эфир продолжается Продолжение следует...